здравствуйте уважаемый денис владимирович сегодня я хочу сказать несколько слов по поводу вашего исполнения мимажорного этюда шопена ну непростое сочинение сразу скажу это вы без меня знаете с одной стороны это единственный такой медленный этюд вот но тем не менее это не лишает его трудности в исполнении причем трудности не столько даже сколько не столько как технической виртуозной хотя этого тоже там есть вот сколько музыкальной вот как говорится многие этюды шопена они как бы в одной плоскости образной работают то есть один образ на весить вот здесь же идет можно сказать борьба нескольких пластов и нескольких образов это фактически как соната звучит потому что здесь есть безусловно экспозиция есть разработкой есть реприза на новом этапе на новом уровне а не просто по простое повторение экспозиции вот ну я для себя вы же ждете от меня каких-то ну как говорится замечаний со стороны вот со стороны слушая вас я отметил для себя ну три таких момента которые над которыми надо особо поработать я конечно понимаю что рояль красный октябрь это не самый лучший рояль в мире и звучит он как-то все время громко как-то вот и я вообще даже мне было даже было интересно на нем вот именно на вашем инструменте на котором вы это записывали поиграть вообще там возможно пьяно или а ну то что звучит как форта вот такое впечатление создается но я как говорится мастерство оно заключается в том что нас об на самом плохом рояле сыграть так же хорошо как если бы это был там стану и но в случае этого этюда тут конечно важно поработать над средними голосами потому что они живут своей жизнью а вот это вот проблема средних голосов это вот первый такой который приплетается с темой громкости потому что у вас как-то вот мелодия и средние голоса они по громкости идут одинаково ну почти одинаково ну вот я хотя бы стараетесь выделить мелодию это все понятно но вот это вот та 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 вот эти вот жизнь среднего голосов средней фактуры она очень музыкального важна и из нее вот это из этого движения потом рождается вот та буря которая есть средней части вот и второй момент это на форма потому что вот тут в этом произведении очень важна форма музыкального отделить часть не просто при помощи паузы а при помощи вот другого отношения к этому материалу вот особенно там вот после кульминации ну кстати конечно вы сами знаете что там у вас какие-то еще есть моменты недоученности этот это вообще вот этот учет он должен как говорится для того чтобы выставлять на суд на суд аудитории он должен от пальцев отлетать тут не должно быть технических трудностей они у вас к сожалению еще заметны вот особенно вот этой разработки создается местами впечатление что вы боретесь с материалом а тут не надо с ним бороться он должен быть побежден как говорится а вот и все с этим значит вот вот в этой середине вот после кульминации вот идет да 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 вот это вот эллипсис гармоний да 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 чтобы ткань дышала. То есть некие ритмические волны должны создаваться для яркости образа. После мажора минор. Это тоже надо показать, что это разной гармонии, что это чем-то обусловлено, каким-то содержанием мыслей, каких-то переживаний композитора Шопена, Фредерика Батьковича. И в связи с этим, когда мы приходим, наконец, к репризе, она должна звучать более умиротворенно, в том числе и по темпу, и по ритму. Вот была экспозиция, безмятежная, потом была некая, так сказать, буря чувств, каких-то событий, произошедших в середине. И после этого вы должны для себя решить, какая будет реприза, как вы интерпретировали то, что произошло в середине. То ли, а вот у вас она звучит, ну вот, как будто это началась опять экспозиция, понимаете? И тогда вот момент формы, о котором я вначале сам говорил, он тогда становится непонятным. А почему тогда вот такая реприза? А что произошло в середине? А как-то это вообще повлияло на главного героя, лирического, так сказать, исполнителя, который вот эту музыку написал. Да никак не повлияло, судя по той репризе, которую вы представили. Опять та-та-та-та-та, опять то же самое. Ну, это вам решать. Вот в этом и заключается ваша интерпретация. Как вы вот для себя поняли, что произошло до этого? Какая-то должна быть более безмятежная или более взволнованная, чем экспозиция вот этого реприза в вашем исполнении должна быть. Пока этот вопрос не решен вами. Но вы, как говорится, на пути. Произведение непростое. Вот, если честно, ну, это мой личный момент. Все мое детство прошло вот под это произведение, потому что у меня мама играла вот в тесной, как говорится, хрущевке. Это на пианино Петров. Это этот этюд Шопена, и он у меня, как говорится, засел в мои мозги, и вы всколыхнули ряд таких личных воспоминаний. Извините за лирическое отступление. Вот, если вы решите вот этот момент, я имею в виду момент формы, тогда возникнет и осмысленность исполнения, осмысленность подачи материала. Поработайте над серединой, то есть средней фактурой, вот первыми пальцами правой руки, в которых эта вот фактура, та-та-та-та, вот, чтобы она, так сказать, не забивала мелодию. Вот, и поработайте над техническими моментами середины, чтобы это отлетало, как я еще сказал, как я уже говорил, от пальцев. И поработайте над формой в том плане, что какая должна быть реприза. Вот, решив эти задачи, я думаю, у вас будет замечательно исполнено вот именно это произведение Шопена. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»